12 часов и 6 минут продолжается программа мужской понедельник в студии николай голиков и владимир сметанин как мы обещали будем сегодня поднимать во втором часе очень непростую тему очень символично что мы говорим об этом после покровской субботы до напоминания усопших родственников мы переносимся в село великорецкое кладбище села великорецкого нешуточные события вокруг него разгораются летом этого года мы в конце уже лето кладбище и судя по сообщениям в сми превратилась в настоящую делянку там в лесоповал в лесоповал вырубается лес водится в неизвестном направлении хотя изначально местные жители настаивали на том чтобы кладбище просто-напросто было прибрано чтобы старые ветки бурелом оттуда был вывезен да чтобы было комфортно приятно посещать могилы умерших родственников что происходит давайте разбираться и что предпринимается активными жителями и прочими специалистами для того чтобы разобраться в этой ситуации в нашей студии александр болдаков представитель комиссии по взаимодействию председатель простите комиссии по взаимодействию с органами власти и общественному контролю общественной палаты кировской области александр владимирович добрый день добрый день и с нами житель великорецкого глава крестьянского фермерского хозяйства великорецкая сергей иванов сергей викторович здравствуйте добрый день давайте сходу спрошу как сейчас дела обстоят в великорецком что там происходит сейчас все работы по так называемому благоустройству кладбища прекратились потому что 30 сентября закончился подряд срок оговоренный был до 30 сентября 30 сентября срок был обговорен о том что все работы закончатся и наше кладбище превратится ну если не в идеальное то по крайней мере вместо куда будет действительно приятно приходить на добираться до своих могил до старых могил то есть будет все жители великорецкого надеялись на то что действительно хорошая приборка на кладбище произойдет но в настоящее время настоящее время ну честно говоря заходить туда страшновато правда можно как бы с одной стороны зайти с другой стороны если взять то место которое вырублено вот этим варвар варварским способом то лучше действительно туда не заходить потому что это примерно треть кладбища вот которая полностью полностью вырублена под самой значит пеньки что за деревья то поясните я из статей понял что там деловой лест и деловой лест хвойной породы делал в том что по метру в диаметре да да из из исторических источников известно что это этому лесу несколько сотен лет когда мы так сказать со слезами на глазах смотрели на пеньки пытались сосчитать вот количество годовых колец на некоторых было больше двухсот лет 227 самое старое полтора метра в диаметре то есть этот лес свидетель является свидетелем многих важных исторических событий в жизни села честно говоря в то время в конце то есть вот в то время как бы благоустраивалось вот это вот кладбище которому на самом деле около 600 лет вот туда была перенесена никольская церковь которая стояла в центре этого нашего града и соответственно тогда уже эти сосенки там молодые видимо посадки они стояли и вот с тех самых времен они там растут ни у кого из предшественников не поднималась рука таким коренным образом так сказать решить их судьбу и по идее то вместе с вот с этим мероприятием то нужно было действительно расчистить расчистить и каждое дерево там подписать оградить оградой там чтобы потом это могло быть каким-то своеобразным местом паломничества то есть к этим деревьям нужно было приходить так сказать и любоваться ими так можно в принципе было сделать то есть из этого старого кладбища сделать какой-то ну действительно объект хороший объект культурного наследия сколько деревьев уничтожено сколько простите пеньков остались это это все считает сейчас это сказать компетентные органы ну так на вскидку больше 100 больше 200 да 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 ну примерно примерно так потому что около 20 по моему ну опять же точно мы не знаем лесовозов было вывезено каждый по 20 кубов то есть вот на самом деле очень да нет сначала ты делал в том что после недели вот этого варварста да когда мы обращались компетентные органы они приехали сосчитали было сто уже 75 кубов вырублено вот они сосчитали пеньки потом это все дальше продолжилось то есть в районе там трехсот пятьдесят вернее 350 до 400 кубов вывезено вот этого леса но я бы его честно говоря и деловым то лесом не назвал да я бы его называл реликтовым и реликтовым лесом это действительно свидетели истории нашей нашего села это свидетели истории нашего так сказать крестных ходов там событий люди которые значит жили в селе великорецком вот под этими соснами так сказать лежат ну давайте что представить тем кто не был великорецком никогда кладбище само велико кладбище примерно площадь площадь я точно не могу сказать ну примерно метров 200 на двести скажем так она таким четырехугольником располагается она в далеке в сторонке когда самой жилой зоны да но немножко в стороне от жилой зоны когда вот крестный ход выходит к источнику после встречи его на так сказать в нашем граде великорецком из ворот выходит и вот тут по левую сторону вот эти вот вековые сосны были кладбище сейчас эксплуатируется по прямому назначению захоронения туда да но они есть происходят в течение 600 лет это было действующим кладбищем туда действительно сейчас и захоронится выбирай до этого выбирались какие-то более-менее приемлемые участки земли в общем то место было предостаточно что для того чтобы захоронить там не один десяток человек не если ну в общем можно было выбрать надо было просто действительно его украсить вот вывести мусор вы убрать сухостой ну то есть произвести те мероприятия после которых бы все бы просто огромное спасибо сказали этим людям вы сказали примерно треть до территории кладбища вот эти варварские работы затронули а что вот сейчас это не знаю развороченная земля колеи какие-то ужасные страшные все-таки осенние пора у нас да сучки остались сухо что это хоть убрали если бы вы были на делянках кто-то кому-то приходилось ну я был вот я и представляю это достаточно плачевный вид обычно это обычно пустыня да там пиньки отдельно стоящие отдельно стоящие жалкие вот эти деревца которые так сказать являются семенниками так но это они это чисто формально такие ну вот именно жалкие остатки и кроме того вот по периферии этой этой вырубки до сих пор валяются ветки до сих пор валяются не убранные отдельные значит стволы до сих пор можно найти эти сухостой который до конца как бы не убран вал колеса с помощью спецтехники велась да обычным способом деляночным бензопила бензопила дерево роняем дело дерево роняем могилы повредили очки обрубаем вывозим старались не повредить дело в том что там то вот в этой части действительно мало было захоронение они были но и мы их было мало это как бы такое пустующее было место пустующее место но либо когда-то там загранили возможно очень давно они там проводились но вот в настоящее время часть кладбища это не используется потому что когда ездили потому что когда там ездили лесовозами там выкопали ну так спали лесовозом было выворачено несколько могильных плит старых 906 900 там ну то есть начало двадцатого века вот и кроме того сейчас эти деревья которые на опушке оказались которые были в глубине леса они начали падать одну упала ветер пришел другое упало третье упало то есть сейчас система нарушена конечно да да сейчас сейчас даже мы не знаем как это все как дальше-то благоустраивать его как дальше то нам слово благоустраивать но как-то здесь я так понял что благоустройство то не произошло после после этих благоустроителей так называем так сейчас небольшая пауза у нас и после нее мы перенесемся уже самое начало до этой истории когда возникла идея мысли благоустроить кладбище очистить его и как дальше развелась ситуация напоминаю что мы беседуем сергеем ивановым жителям села Великорецкое, главой крестьянского фермерского хозяйства Великорецкое. И с нами Александр Булдаков, председатель комиссии по взаимодействию с органами власти и общественного контроля общественной палаты нашего региона. Полминуты, и мы продолжим. Давайте, время идет. Давайте, когда, собственно, вот уже созрело это решение, эта инициатива в селе Великорецком о том, что надо привести порядок кладбища. Я думаю, что долго, наверное, об этом мечтали. И в этом году вот как-то все срослось. Проект поддержки местных инициатив, да? Да, конечно, об этом разговоров было много. Действительно, там оно заросло. Действительно, там куча мусора появились, которые надо было вывозить. Естественно, когда предложили нам, опять же, наша глава администрации предложила это мероприятие. Как зовут главу? Елена Сергеевна. Фамилия? Вот, когда... Пожидаю. Пожидаю. Когда нам предложили, значит, собирать деньги, чтобы мы, так сказать, местные инициативы, так сказать, у нас прошли, и ходили по людям, собирали эти деньги, то, естественно, никто не отказывал. Там, по-моему, 250, вот, ну, я сейчас точно не могу сказать, но с каждого двора, там, с каждого человека собирали по вот этим небольшим таким, значит, денежкам. Сергей, вопрос такой. Сам-то проект, он заключался в том, что убрать мусор, убрать? Всем говорили, что мы будем заниматься благоустройством кладбища. Что значит? Уберем старые ветки, уберем сухостой, и так далее. О валке деревьев никто не заикался. О валке здоровых деревьев. Здоровых деревьев. Ну, это как бы... Никому на ум не пришло. Никому не пришло на ум это. Поэтому все собрали, подписались там. Потом, после, значит, когда все это срослось, вот, в начале августа, 9-го примерно числа, начались эти работы. Надо сказать, что, ну, я тут в первый момент не присутствовал, но мне там, сказать, близкие люди, родные, там говорили, что вот смотри-ка, там началась, значит, пелешка на кладбище, надо его посмотреть. Я говорю, ну, так правильно, пелешка на кладбище, там убирают сушняк. Там сейчас должны дорожки сделать, да, аварийная деревья. Все правильно, все они делают. В первое время жители не придали такого-то значения. Да, конечно, ну, пилят, да, все прибирается, все были в курсе. Вот, потом, когда на второй день у меня, значит, супруга пришла со своим отцом, а у него там жена лежит на кладбище. Просто могилу хотели прибрать, да? Просто посетить. Посетить могилу, да. Да, в общем-то, нет, посмотреть, что там делается, потому что, что, как там работы-то идут. Потому что как-то тревожное такое состояние было, честно говоря. И увидели что? Увидели, что там мужики с этими самыми спилами, значит, начинают рубить вот эти вот, нашу опушку. На этой опушке мы там с маленькими детьми гуляли, там у нас фотографии есть 20-летней давности, где там, ну, прекрасный этот сосновый лес, который, ну, ну, мы уж никак не думали, что до него доберутся. Они начали, грубо говоря, кричать на этих мужиков. Там, вы что делаете? Варвары, там, и все прочее. Они убежали. Мужики? Мужики, да. Сами они потом признавались. Они своему начальству-то этому говорили, а мы вообще все правильно-то делаем-то? Мы вообще, тут вообще-то вот кладбище, как-то бы, как-то село, вам вообще разрешение-то кто-то давал. Мужики-то, кстати, приезжие, они были из местных. Приезжие. Естественно, если бы кто-то там валил местный, я не знаю, что бы сейчас. Рука бы не поднялась, я думаю, что бы местный. Во-первых, не поднялась. А его бы заклевали просто. А потом, я не знаю, какая судьба-то у него была. Мы бы обслеживали эту судьбу. Если бы кто-то свой был. Да-да-да, так говорится. Что с ним происходит после этого варварства. Они убежали, но на следующий день им их уверили, все, так сказать, и наше начальство, и подрядчики, все нормально, мужики, давай, все действуем. Вот у нас документы. Потом на эти документы смотрим. Там, оказывается, по смете должно действительно благоустройство кладбища в виде валки леса такого-то вида 100 кубометров, такого-то вида 100 кубометров. То есть, вот 200 кубометров надо вывалить, чтобы благоустроить кладбище. Почему 200 кубометров? Почему не там? А сам-то договоры готовили в администрации поселения? Да, все вот эти документации в администрации поселения. То есть, вы ее, в общем-то, не видели? Нет. Нет, нет, нет. Мы уже стали знакомиться по мере того, как ситуация развивалась. Ну, тогда в понедельник, то есть, это было в пятницу, 9-го там где-то, потом в понедельник. Августа. Да, августа. Мы стали обзванивать все, значит, наши, так сказать, органы, какие можно было. В администрацию звонили, потом звонили, значит, в лесоохрану, потом там в культуру. У меня супруга этим занималась, да? Она говорит, ну, я там сидела два часа на телефоне, и большая часть, так сказать, респондентов меня просто посылала там подальше, говорят, ну, у вас такие проблемы, ну, звоните, не согласны, звоните в полицию, не согласны, звоните в прокуратуру. Мы обратились, значит, в полицию, сразу, в общем-то, отреагировали, приехали туда и начали фиксировать вот эти вещи. Через неделю, как я уже сказал, значит, следователь приехал с леса, значит, с специалистами, они посчитали, уже через неделю было вывалено 175 кубометров этого леса. Примерно, значит, достаточно хорошо шли работы. Тогда они посмотрели документы, обратились к этой администрации, что вы делаете-то, у вас скоро уже закончится, лимит-то вам уже пилит-то. Тогда эти товарищи подрядчики пишут заявление, что в ходе работы мы увидели, что недостаточно нам, значит, надо еще... То есть, мы попросили внести изменения в договор, Внести изменения в договор, нам еще, мол, 200 надо кубов вывалить-то. Администрация пишет, не возражаю, но за те деньги, которые, грубо говоря, предусмотрены вот этим проектом. Но, естественно, не заплатили. То есть, они за это еще деньги получили? То есть, они вывезли там лес прекрасный? За благоустройство, кладбище предусмотрено было 400 с хвостиком, 1000 рублей. Ну вот я смотрю, да, в СМИ 442 тысячи. Да, да, да. Компания Теплоплюс такую цену дала и, собственно, выиграла. Да. Контракт. Значит, эта компания пишет, ну, вернее, она согласен, ну, конечно, да, ладно, несмотря на все наши финансовые трудности, мы увеличим объем, значит, благоустройства и вывалим там вот эти 400 кубов, которые, значит, предусмотрены. Если, ну, она согласилась. И вот, методично продолжала рубить. Мы обратились, когда, значит, 9 канал подключился, когда, значит, там, ВГТРК приехала заглаживать ситуацию, так сказать, объясняли. Что делать? Ну, как-то, как это сказать-то, они приехали, такой интересный репортаж, ну, все мнения собрали, вот, так называемых штрихбрехеров подключили, которые, да, сказали, да, эти деревья, они, значит, их надо давно спилить, потому что они все перезрели. 200. Как это дерево может перезреть? Вот так. Дерево хвойное может зреть и зреть. Сосна перезрела, значит, она будет там какую-то опасность представлять и так далее. Здоровущие сосны исторические, реликтовые, им помешали, ну, вернее, не помешали, а стали представлять интерес. как бы, ну, вот так вот, такой был репортаж. Тоже, ну, в общем, подключились СМИ, скажем так, подключились, значит, это дело дошло до Юрьи, значит, мы вызвали представителей Юрьянского района, говорим, мы вот пока разбираемся, скажите стоп, скажите, чтобы не пилили, чтобы не пилили больше, дайте нам слово о том, что ни одно здоровое дерево больше не упадет, больше не спилится, там уже больше двухсот-то. Да, хорошо, мне подрядчики обещали, мне подрядчики там дали честное слово, что больше они пилить не будут, только сухостой. Там как-то более-менее на нас вот обратили внимание, но все равно продолжали пилить и сделали вот это свое черное дело. Вот треть кладбища, значит, уничтожено. Как сейчас восстанавливать это все, как сейчас это приводить в порядок, я не знаю, но как бы зрелище, так сказать, плачевное. А вам известно, куда лес вывозился? Нам известно, что он грузился на Фискара и увозился в Киров. Причем это делалось не только днем, когда шум поднялся, стали ночью вывозить, как эти самые последние разбойники. Под покровом ночи. Под покровом ночи пришлось, ну, шум этот самый, тарахтение, пришли, там грузится лес. Почему это так делается, ночью вывозится? Ну, всем, в общем-то, очевидно, что лес был тупо взят, вырублен, положен на Фискара, вывезен и продан. Вот. Я думаю, что куда и что, ну, следствие знает на самом деле. Можно поинтересоваться, знает, куда вывезен, примерно в каких объемах. Объемы можно посчитать по пенькам. Это все. Александр Владимирович, подключаетесь, вы на каком этапе вникли в эту историю? Значит, я узнал об этом в конце сентября из соцсетей. Это уже ближе к сроку, да, окончания работ, там 30 сентября. Да, Шустав Александр, значит, поднял эту тему в соцсетях, я туда выехал. Я туда выехал, увидел, на самом деле, я сам в лесу вырос, в лесопромхозе родом, да, с лесопромхозом, делянка, обычная делянка, ни о каком благоустройстве речи быть не может, да, что там натворили ребята. А еще хочу просто утащить, извините, а вот там речь шла какие-то дорожки, сделать что-то. Нет, значит, вот смотрите, маленький нюанс. Значит, у нас, по идее, вот изначально, да, изначально ППМИ, поддержка проектов местных инициатив, она вот здесь в самом начале, в самом корне она нарушена была. То есть, должен был быть подготовлен проект по благоустройству кладбища. Проект. С местной администрацией готовился проект. Значит, в тех заданиях, было составлено тех задание, там, да, там, значит, есть документы, что кто-то приезжал, какая-то комиссия была создана, значит, составлялся какой-то типа проекта, никто этого проекта в глаза не видел. Есть только тех задания, в котором четко написано 140 кубов вырубить до 300, 70 кубов там, свыше 300, утилизация и стрижка живой изгороди. Такие расценки по террам, 68 сборник, значит, расценки примены валка деревьев в городских условиях. То есть, это, что позволяет, неудобится, да, то есть, без всякой техники ты должен заехать, с кусками спилить, на руках вынести и так далее, так далее. Не повреждая ничего. Не повреждая. Во-вторых, значит, решение, решение, ну, в любом населенном пункте любое дерево, оно, его нельзя просто так спилить. Вообще нельзя. Ни в каком населенном пункте просто так спилить. То есть, для этого, значит, даже в самом Великорецком существует порядок, утвержденный думой Великорецкого, о том, в каких случаях можно сносить дерево. Любое. И там прописано порядок, когда оно угрожает. На куче листах, значит, все там расписано. И комиссионно, и по большому счету должен был быть подготовлен нормальный проект по ПМИ, инициативная группа, я не знаю, была она создана, там нет, говорят, создана, никто тоже ее не видел пока. Вот я 18-го собираюсь в Седотово туда ехать, значит, как бы, да. Непонятно, должен был быть составлен проект, то есть, какие деревья выбирать, каждое дерево должно быть освидетельствовано, значит, если оно необходимо на этом кладбище, значит, оно остается, если здесь появляются какие-то просеки, какие-то кварталы нарезаются, какие-то просеки, которые потом превращаются в аллеи, ну, кладбище, так ведь, вот, значит, первое еще, благоустройство существующего кладбища всегда делается, в проекте, то есть, надо было вытащить там валежины, лежат уже мхом, поросли там столетним мхом, сушины стоят прямо вместо крестов, грубо говоря, у могил, да, когда я приехал, может быть, сейчас что-то и повырубали после нашей встречи с Федотовым и с подрядчиком, с подрядчиком я по телефону, но на высоких тонах немножко поразговаривал, то есть, как бы, все-таки, непосредственно, руководители теплоплюс? Да. С руководителем? Да. Как зовут? Я не помню сейчас, как его зовут, значит, но они пообещали и Федотов, и зам главы района, как его, Шулаев, что, в принципе, порядок они там наведут. Фамилия не Числов? Я не помню. Не помню. Вот. здесь этот проект, это же не просто так, выделялись государственные деньги. Основной плательщик это областной бюджет. Бюджет области, да. Дальше местный бюджет и население. Значит, люди собрали порядка 50 тысяч рублей. Министерство соцразвития занимается полной, да. Там специалисты, ведь мы понимаем, что на местах, да, на местах у нас очень низкий уровень специалистов во всех сферах. От строительства там и благоустройства там. Ну, по составлению СМИ точно нет. Это точно. Поэтому, как бы, они должны были все-таки проверить и выехать. Тем более, такое место, как Великорецкое, это скрепа, это духовное место силы Вятской земли, да. Духовная святыня наша. Ведь вы смотрите, крестьянин Агалаков, если мы говорим, что у нас Вятка, Хлынов, значит, начало основания 1374 год, а икону крестьянин, крестьянин, Агалаков, фамилия уже была, это же не просто так, это уже, значит, на берегу стояло село, да, значит, Высоцкое, как? Великорецкое. Нет. Село было Высоково, по-моему. Вот. Нашел икону в 1383 году. То есть, грубо говоря, семь лет, семь лет разница между основанием города Кирова и нахождением иконы. Семь лет всего. Вот. Поэтому это место очень важное для нашего края. Очень важное, значит, и Господь его нам указал, значит, икону, послав это место, так ведь? А мы относимся к нему немножко как-то неправильно, да? Спасибо, Александр Владимирович, что подчеркнули эту сторону, да, эту духовную, конечно, архиважность Великорецкого. Сейчас у нас небольшая пауза, реклама, и мы продолжим после нее. Напоминаем, что мы говорим о том, что произошло уже, да, это как свершившийся факт с кладбищем в селе Великорецком, просто варварское уничтожение реликтовых, многовековых деревьев, что изначально вообще не должно было быть, никак не должна была их рука человеческая касаться. Сергей Иванов, Александр Булдаков, мы продолжим через минуту. Продолжаем наш разговор. У нас остается около 10 минут. Давайте быстро перейдем в еще одну плоскость. Правоохранители. Возбуждено уголовное дело. Что это, на кого? Давайте, Сергей, пожалуйста. Когда мы обратились в полицию... Когда именно обратились? Вот 11 числа, когда нас отослали все компетентные органы... 11 августа, да? 11 августа, да, мы обратились в полицию. Это как был звонок в полицию в Юрию? Это был звонок в полицию. В полицию, да. И мы просили разобраться. Пилят лес. Мы не считаем, что это все делается правомерно. Так мы обратились. И через... Ну, на следующий день к нам приехал следователь с Юриянского, по-моему, УБОП. По фамилии Неустроев, я понимаю, тут указано. Ну, вот... Ну, ладно. Я не знаю. Приехал следователь и... Приехал следователь и стал вникать в курс дела. Сразу же, как у человека у него то же самое. Не только у должностного лица, но и у человека тоже, я думаю, что реакция была однозначная. Ну, почему так-то? Почему так? Он и он, в общем-то, следственные органы активно в это включились. Вот. Сказали, по любому вопросу там нам докладывайте, нам звоните. Ну, мы, в общем-то, все эти этапы, так сказать, это воровство мы, значит, отслеживали. И он нас, насколько это было возможно, он в курс дела держал. Но еще было непонятно, возбудят ли уголовное дело. Вот. Непонятно, значит, потому что все документы, как нам говорили, в порядке. Обращаемся к нашей главе, у нас все документы в порядке. Обращаемся в Юрьеву, ну, вообще-то, эти документы в порядке, ведь тут же валочные работы, они же, вот, так сказать, идут правильно. Вот. Здесь же все хорошо. Вот. Ну, и так далее. Но все это шло своим чередом. Мы обратились и в прокуратуру, нам тоже написали, что, значит, будут заниматься. Ну, и в конце концов, действительно, нам отписались из областного МВД, что уголовное дело возбуждено по факту, вот, во-первых, незаконной рубки, во-вторых, по-моему, по превышению... А превышение главных полномочий это кем тут получается? Получается превышение администрации? Должасным лицом администрации или корейского. Госпожой Пожидаевой получается, да? На нее уголовное дело возможно. Ну, это как бы не на нее фамилия не упоминается, может быть, должностной лицовой другой может замсмарин. Ну, я просто предположение делаю. Это предположение. Естественно, в подробности дело у нас не информировано, хотя документы по любому, по ходу дела мы можем запрашивать, смотреть, что там, так сказать, как оно идет. Ну, мы надеемся, что все должно дойти до логического завершения. Это верно, о чем пишут СМИ, что территория кладбища в Великорецком она не входит в зону охраняемую, как само непосредственно поселение, да? Потому что особо охраняемую... Нет, наоборот. Там, значит, поселение не попадает в особо охраняемую зону. Территория вокруг поселения попадает в особо охраняемую зону. Почему? Кладбище. Это территория поселения. А, да. Населенные пункты. Почему? Потому что тогда не была бы возможность хозяйственной деятельности. То есть хранить, грубо говоря, нельзя было на кладбище, то есть в зоне особо охраняемой не копать, не рубить. Огород вести невозможно было бы, если бы... Хотя эти деятели, они зашли и на особо охраняемую зону, и часть там деревьев повредили, складировали туда эти бревна какое-то время. Ну, вот, сейчас там убрали, но, в принципе, можно следы эти заметить. И самое главное, что по 44-му ФСЗ изменение технического задания недопустимо. А они там 200 кубов допустимы. То, что они увеличили объемы. Да, она не имеет опраса и власть. То есть это нарушение законных ограничений. Это просто превышение должностных полномочек. Да, поэтому на общественной палате мы на комиссии приняли решение обратиться, во-первых, к губернатору, обратиться в областную прокуратуру, поддерживаться. Уже есть ли обращение или пока планируете еще? Готовится, да. В соцразвитие министерства, значит, как это так проскочило у них такой проект на полмиллиона рублей, значит, вот, как бы действия наши на сегодняшний день. Ну и встречаемся в четверг. В этот четверг? В этот четверг. 18 октября. В Великой Рецком. Вы туда поездку, да? Я поеду туда, да. Расскажите поподробнее, что непосредственно вы там хотите предпринять, с кем встретиться. Значит, вопрос один, значит, как бы, да, сосны обратно мы, это не здание, здание можно разрушить и за год снова построить, да, сосны мы не вернем, не приколы. Все, да. Значит, задача все-таки стоит навести, провести благоустройство, раз оно было намечено, потому что, ну, мне звонили вчера с Великорецкого, там вообще ситуация была накалена до предела, потому что Покровская суббота, все пошли на кладбище, все даже, кто там не живет, кто когда-то жил, все приехали, и видя все тут, невольно слезы просто наворачиваются, и реветь хочется. Бывали в Великорецком, как вот из церковной ограды выходишь, спускаешься, проходишь палаточки обычно, да, тут стоят, и сразу по левую сторону, под горочку, вот это все кладбище с левой стороны. Забор там сейчас завален, подрезки живой изгороди никакой не произведено, то есть они должны были кустарник вот сто метров вырезать, и... То есть они в принципе еще и тех заданий свое не выполняли. и сейчас, сейчас как бы вот ход пойдет, ход пойдет, да, и слева эта сторона у нас ужас, ужас, как бы, а ведь сейчас уже зима, на нас, на нас, месяц, да, грубо говоря, распространство кончается, как это будет все, вот поэтому я хочу с Федотовым и переговорить, как все-таки привести в божеский вид, в божеский вид, мы не говорим сейчас за каких-то там серьезных там благоустройств, в божеский вид, хотя бы то, что там натворили ребята, вот, потому что я думаю, что сейчас у них нужно большие деньги, чтобы привести в соответствующий вид то, что они там накуролесили, как бы, да, вот, не знаю пока, 18 число покажет, как мы там... Еще раз повторюсь, подрядчик со своей стороны говорит, что все нормально, он по документам, да, все... У подрядчика это в принципе, да... Сколько было задания, столько он сделал. А здесь-то власть должна отвечать, а не подрядчик, если ему подписывают, он подрядчик укоренит. А с человеческой, с моральной точки зрения, это безусловно, осквернение и оскорбление, да, чувств к своим, собственно, усопшим родственникам. Но я понимаю, да, что в Покровской, видимо, субботу там было не очень веселое настроение, мягко говоря, вспоминали не только своих родственников, Доброе слово, скорее всего, и подрядчиков. И подрядчиков, и кто это задумал. И каждый раз сейчас будем приходить на кладбище, значит, плакать по своим, значит, усопшим и по тем деревьям, которые, которые уже не вернешь, на самом деле. Вот, ну, жизнь идет, жизнь продолжается, надо, с этим, надо, конечно, с ситуацией разобраться и поставить заслон вообще вот этим, вот этому какому-то беспределу, на самом деле. Почему, значит, один какой-то некомпетентный человек, да, которому наплевать, что он, она там, он или она там отработает свои, свои полномочия четыре года, значит, сядет в джип и уедет дальше чем-то заниматься. А как село-то дальше будет жить? Это как-то 600 лет прошло, еще 600 впереди. Я, например, сам тоже планирую в скором времени прописаться на этом кладбище, да, но... Ну, поживем еще. Поживем, конечно, но я не тороплюсь. 30, 40, 50 лет. Кладбище больше 600 лет. мы все, так сказать, когда-то там будем, придут туда мои, так сказать, гости на это все, и что, так сказать, скажут. Я думаю, в Кирове нет такого, долгоживущего кладбища. Кладбище, да. Что касается поврежденных надгробий, могил, сколько их удалось пересчитать, сколько повредили? Вот валкой леса. Повредили немного. Немного. Да, повредили немного, хотя некоторые надгробия были вот колесами, значит, то есть техника прям вот проезжала по надгробиями, и нельзя этого было не заметить? Нет, нельзя было заметить, потому что они под культурным слоем, да, то есть, давнишнее достаточно. Поэтому и говорилось, Александр Владимирович, правильно говорит, что надо спецтехника, раз это, значит, рубка леса в условиях городской среды, значит, спецтехника, значит, аккуратная валка, аккуратный вывоз, там, все правильно, но этого нет. Как он сказал вообще, ручной вынос? Расценка, по которой заключен договор, подразумевает ручную выноску. То есть там техники вообще не должно было быть. Да, то есть они должны были раскрыживать там по метку, по чуркам, и чурками вытащить, не заезжать на кладбище. Я сделал такое уточнение, задал этот вопрос, потому что, понятное дело, когда человек за ролем спецтехники видит, что он наезжает на это, то, извините, это уголовная статья уже. Нет, ну, получилось так, что он едет, а из полкультурного слоя появляется. И самое главное, вот мы еще на общественной палате приняли решение, значит, как бы обратиться к губернатору с возобновления, к возврату к программе, была же программа во время нашей Клейна, 2005 год, развития села Великорецкого, как же Мчужины, Вятского края. То есть там предусматривалось и вот восстановление всех этих рядов торговых там, и так далее, и так далее, монастырия, улицы там, значит, планировалось там улицу эту сделать, да, свести со всей области зодчества деревянного, вот это наше, да, домостроение, гостиницы, кафе, то есть ведь люди-то бы с удовольствием, и я бы даже, допустим, ездил по выходным туда просто не в Митина, допустим, а поехал бы в Великорецкое, в свой источник сходил, по берегу побродил, если было бы, где остановиться, где покушать, и так далее, и так далее. То есть почему-то никто не развивает вот эту жемчужину. Так эта программа, она прекратила свое действие? Да, конечно. Мы своими силами, какими немощными, пытаемся что-то делать, там вот это крестьянско-фермерское хозяйство, туризм какой-то привлекает, там лошади, на самом деле вот сейчас... Ведь это все недалеко от областного центра. Час езды, час езды. В нашей сейчас мы можем провести там трехчасовую экскурсию легко, сейчас мы уже что-то можем сделать, и как раз кладбище там могло быть таким, тоже одним из объектов, и вообще надо все... между всеми таких вековых, знаете, вот метрик 20, можете представить? Всю деятельность вот сейчас современную, надо под этим ракурсом смотреть, что здесь когда-то можно сделать прекрасный музей, прекрасный, значит, ну действительно под открытым небом прекрасный музей, сад. Но почему-то вот это не доходит, видимо, до... Или не хотят, или не доходит до наших, так сказать, до нашего начальства. Так. Непростое, конечно, сейчас, да. Тяжело морально, да, говорить на эту тему. Ну вы 18-го будете там, да? Да, наверное. Все-таки как-то о будущем можно рассказать. Как бы мы договорились с 18-го, 20-го, созвонимся завтра, послезавтра. То есть все равно надо что-то уже смотреть вперед теперь, потому что правда создать обратно. Простите, возьму на себя такую ответственность, все-таки вот конкретно к подрядчику у меня обращение, кто делал это, да, и к конкретным рабочим вне зависимости. Правы, правы, правы вы, неправы, я сейчас не берусь судить, закон на вашей стороне, документация составлена, все, как мы сегодня выяснили. Но, во-первых, мне кажется, перед жителями села Великорецкого вы должны поклониться низко и попросить у них прощения за это. Это к подрядчику у меня обращение. Во-вторых, помню о том, что 10 лет в следующем году ППМИ, как реализуется проект поддержки местных инициатив, это огромнейшее, по-моему, пятно, на мой взгляд. Да, вот такой случай. Как вы сказали, извращение всего смысла, да? Немножко вставочку сделаю. В этом году 635 лет, как нашлась, как Бог дал икону селу Великорецкому. Так 635 лет. Круглода-то. Соответствующее министерство, мне кажется, должно как-то предпринять все меры для того, чтобы эту ситуацию, ну, исправить, подумать очень хорошо, да. Вы сказали, к оператору будете обращаться, да? Надеемся на то, что Игорь Владимирович адекватно оценит эту ситуацию. Еще один момент. Мне кажется, что РПЦ тоже должно сказать в этой ситуации свое слово. Вот мы в перерыве задевали эту тему, я вас спросил, Сергей. Вы сказали, что РПЦ пока не комментирует, да? Я думаю, что, конечно, свое слово церковь должна сказать, как она, официальные лица, как они относятся к этому воровству. Если они это не скажут, то приедет какой-нибудь очередной варфоломей в нашу область или вообще и скажет свое слово. Спасибо. Ждем, как дальше будут развиваться дела. Спасибо большое. До свидания. Завершается на этом программа «Мужской понедельник». Николай Голиков, Владимир Сметанин. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин